всем привет на канале буран гараж 35 это очередной вложек сашка пилит вкусной коллектор немножко на убрать ступенечки собираем очередной мотор мотор поедет в этигру 2 это будет мотор двух корешей как так сказать два мотора показывать в принципе нечего по нему уже все что можно рассказать я уже в следующих блогах рассказывал в этом что-нибудь может быть покажем итак ребятки мотор мы собрали уже запустили даже осталось сейчас покажем бы в бложиках не показывал как одевать втулку коленвала ну как одевать и снимать снимается она съемником специальный съемник есть специальный съемники чтобы снимать втулки и венцы а садится втулка и венец на горячую для чего нужна втулка втулка и ну или венец да но венец соответственно для электро запуска втулка нужно чтобы откручивать вариатор вот видите на втулке с двух сторон сняты лыски под ключ по моему на 36 и втулка садится на коленвал сюда одеваться на горячую то есть когда втулка одета то есть давайте без тук сначала то есть когда втулки нету вариатор вариатор закручивается и держится только на резьбе у его нету здесь упора до сюда до утолщения ну как на новом коленвалу не докручиваться то есть остается место здесь и получается вариатор держится только на резьбе и и соответственно вы никогда не избавитесь вы никогда не избавитесь от биения на вариаторе вариатор будет постоянно бить и в конце концов может оторвать шейку коленвала то есть получается так что на вариаторе у нас нагрузка большая и он будет постоянно тянуть эту резьбу и в итоге в конце концов шейка оторвется а втулка получается у нас сейчас на вариаторе есть видите да вот здесь есть у нас плоскость и втулка туда входит вот так вот садится то есть когда вариатор затягиваешь он упираться во втулку и получается у его уже площадь здесь то есть он не дотягиваться до сюда да а здесь уже площадь примерно ну штангеля место мерить 45 на 45 на нам будет около этого то есть получается у нас большая площадь опоры так что берем все по мере примерно верно 40 диамет на 40 получаться ну соответственно втулка греется втулка греется баллоном баллона можете феном но феном хуже потому что баллона можно больше нагреть ну и фен конечно греет это что подольше держать добром берем греется заткнила даже перегрев день до конца не станет вот жить блять сильно перегрели сильно нагрели уже даже перенатя получается все на воздухе да да феном дунь ногу горячим муж и очень начали дали на стену нас видела строительные все и втока зажалось то есть я взять ключ по моему на 36 до 36 ключ и все уже коленвал вращаться то есть что получается надели втулку и наворачиваем вариатор и вариатор вот он до конца резьбы не накрутился так бы он еще может пару оборотов бы провернулся да но он уже уперся во втулку и получилось как бы от втулки он отцентровался и уперся в плоскость то есть в таком варианте со втулкой вариатор никогда бить не будет если ну то есть если вот эта часть вариатора прямая без биение сама по себе то вариатор будет вращаться как и коленвал все с этим мотором все и начинаем сейчас будем собирать вот этот вот эту помойку этот бюджетный вариант у нас заказчик сэкономил тут будет получаться старые цилиндры новые поршни новое кольца китайский коленвал там вот в этой коробке лежит ну так как говорится бюджетная версия немножко восстановим его живем а этот мотор соответственно собран из новых запчастей из всех заводских запчастей кроме картера картер остался старый остальное все но вот это парни просто блять тюнинг свечи развиваться по колхозному просто видите сейчас фокусируется фокус мукус фокус есть видите да распилен кончик свечи то есть распилен пополам даже не разбегаться это это я видаю не первый раз уже такую схему тюнинга свечей мне такую свечу подогнали в прошлый год а семнашки были прошлый год подогнали но я думаю да я не буду на буран ставить а поставлю ее на вездеход трехколесный короче на планету вкрутил длинную свечу там возможность есть врутить длинную свечу я и туда вкрутил блять проехал на метров 150 и свечу пробило ну это вообще простой тюнингисты на настоящие вы поремонтировать двухтактный двигатель чё такой парни не смотришься на сегодня такой прикол заехал магазин заехал магазин блин зачем не суть важно зачем я заезжал магазин и лежат короче парни вот такие поршни то есть без упаковки написано поршень чехия вот такой вот красивенький китайский поршень но написано на витрине чехия стоит такой поршень у них 2000 рублей кольца лежат такие точно такие же как вот эти вот наконец-то сфокусировался лежат такие кольца и такие лежат кольца но 76 и написано буква к о такие же кольца написано чехия стоят кольца 200 рублей блять парни это развод короче вот эти поршни максимум чего они могут стоить но не 2000 рублей но полторы тысячи рублей то есть это не заводской поршень хотя он даже вот как в принципе как заводской переливаться как я уже до этого показывал вам поможет не показывал еще и запомните заводские поршни идут только парами вот в такой упаковке русская механика и здесь должны быть два пошла но тут уже пошли нету мы поставили вчера на мотор я бы знал то есть мне эти поршеньки привезли только сегодня я бы знал я бы вам показал сравнил чем отличаются но потом в будущем сниму видео запишу как отличить оригинальные поршни от неоригинальных то есть видите да на этом нету могут быть точно такие же только вот здесь написано вот р.м. но знака умет не будет на заводских поршнях есть значок аумета завод аумет на кольцах на заводских написано не к к его к его р.м. узкий вот как-то так смотрите чтобы у вас не разводили продавая вот это говно китайская под видом чешского поршня покажем лайфхак как сделать прокладку под бензонасос тревых рук никто не избавлялся еще к шарику дает все укладочкой готова осталось это вырезать по контуре все я сашка сказал идеально надо выковыривать и все просто в столе просверлены три дышки и шарик от подшипника проколачиваются под очки все четенько быстро легко буквально две минуты и прокладка готова под бензонасос бензонасос 2 образца будет мотор уже собран почти что сейчас осталось сейчас покажу как установить основание на старый мотор устанавливаться зажигание на вот этот болт и вот этот болт картере да но при том что то есть болты будут вот так один здесь один здесь зажигание поворачиваем в эту сторону это то есть ранее зажигание да в эту сторону болты дают до упора но зажигание будет позднее еще то есть поворота этого мало будет это возникает такая ситуация у кого картера 28 сильные вот такие вот такие картера то есть плоскость у картера вот именно такая вот если у вас вот такая вот плоскость у картера то у вас такой проблемы не возникнут потому что это картер универсальный а вот это картер именно двухканальный и у вас возникнет возникнет у вас проблема ну как проблема то есть сейчас я сейчас сейчас я вот если вот если пол положить рядом два мотора то есть это на универсальном картере а это на двухканальном карте так и смотрите в основании это именно у тех у кого двухканальный мотор для этого в основании надо пропилить него немножко пазы здесь вот этот прилив снять и вот здесь в этот прилив снять сейчас мы это все вам покажу что мы получили то есть если посмотреть то на штатном основании есть приливчик мы привлечь их же убрали и немножко чуть-чуть буквально миллиметр 334 решили пас то же самое с этой стороны если посмотреть на это здесь привив такой миллиметра внутри короче шире сделали пас и теперь это основание встанет ну на любую мотор основание устанавливается вот так на двухканалки берутся пазы пазы у нас берутся которые идут вот так вот картеру ставится один болт закручиваться сюда один болт закручиваться отсюда она в универсальном картере у нас идет которые идут крест-накрест вот так вот напротив шпилек короче вот этой шпильки и вот этой шпильки то есть основание устанавливается ну примерно так и получается так что основание смотрит примерно это примерно на 8 часов это примерно на ну тоже 8 вот так вот получается ну короче сейчас вот смотрите разница в крепеже то есть у двухканального картера есть крепления здесь и здесь универсалки есть вот тут и вот тут она новых картерах есть еще вот здесь ну тут тоже прилив есть но отверстия под болтик нет можно самому доработать но это не значит не нужно это все ставим из-за чего его так нужно подпиливать это моторы древние то есть самая старая картера что вот на этом моторе ну и у вас может быть это года выпуска до там наверно 90 какого-нибудь года и поэтому так происходит что основание нужно немножко подпилить надфилем и можно это все сделать по другому никак летняя ревизия что-то вот здесь такой бригадок какой-то строительных может я сюда этот сама кому-то и вставлял много штук а может быть уже полный гараж дыма все хватит надо имели на довели на весь гараж масло залито много туда поэтому дыма много так так от матюля дыма почти нету но сейчас там просто космическое количество масла специально на лето делал смесь смесь такую чтобы можно было смазываться а так гусениц нету как обычно вот сейчас выставили сюда будем начинать делать и про это будет парни отдельно кино и так александр у нас уехал в кадры попал распил сегодняшний псих говорится и сейчас мы с вами с вот эти кусочек трубы превратим их съемники для подвески было заказано два комплекта сделаемся съемнички с вами прошло буквально ну частная на скорее всего где-то на час уходит на изготовление двух съемников именно задний щек вот для этих щек то есть сразу делаю сразу мере я делаю по щекам которые усиленно взять если например здесь нет то есть если взять вот этот съемник то он немножко меньше потому что он сделан под это мой самый первый он сделан под старые щеки и они меньшего диаметра а усиленно щеки чуть большего дня сделаны 2 2 штучки приходит примерно уходит на их изготовление час времени нету болтиков еще так два болта все весь съемник кто хочет сделать сам кто не может сам сделать обращайтесь сделаю цена за комплект съемников указана в группе вконтакте подписывайтесь на группу вступайте общайтесь много ребят кто понимает шарик все сейчас доделаем весь остальной комплект и отправим получателем уже готова 2 и эти готовы она остальная нету комплектующих и как обычно в процессе изготовления приходит в голову новая идея как изготовить немножко проще для самого себя ну а функционал чтобы был оставался на прежнем уровне поэтому один то есть эти чтобы снимать щеки да вот сюда отсюда снимать щеки это чтобы если в каком-то случае вытащить подшипники из корпуса редуктора или например щека снялась отсюда в вытащился подшипник остался там этот съемник эти чтобы снимать маленькой крышки и еще один съемник чтобы снимать подшипники то есть щеку вы снимете остается два подшипников чтобы эти два подшипника вытащить тот съемники он же также разбирает сами тележки то есть те телеги подшипники с них снимают можно менять им подшипники это уже грязно ну вот пришла в голову мысли то есть упростить себе жизнь и делать это гораздо будет удобнее завтра съезжу в магазин посмотрю если все так как я думаю то все идеально будет все красиво на этом все наверное будем бложек заканчивать вписывайтесь парни на группу вконтакте общайтесь выкладывайте свои фотографии кто что делает готовится к сезону как подписывайтесь на канал оценивайте делитесь с друзьями видео чтобы они тоже увидели посмотрели очень приятно когда видео делятся и приходят новые подписчики на этом все всем удачи и всем пока